Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, с какими результатами мы подходим к очередной годовщине независимости Казахстана, будем говорить сегодня с заместителем председателя Народной партии Казахстана Асхатом Асалбековым. Асхат, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Хотелось бы в начале нашего разговора процитировать телеграм-канал «Озлобная Татюшка». В Акварде многие ожидают, что зима может оказаться политически тяжелой, пишут они, с возможностью повторения новых экибастузов, а также скандалов в системе здравоохранения. А еще, по данным нашим источников, в Акварде там активно обсуждается возможность отставки Алихана Смаилова уже к февралю-марту 2024 года. Если говорить о событиях последнего времени, Ну, самое заметное, это, наверное, похороны и поминки по Булату Назарбаеву и вышедшая в свет книга Нурсултана Назарбаева. По вашему мнению, свидетельством чего это может выступать? С одной стороны, это, наверное, попытка переписать историю, прошлое Казахстана, а с другой стороны, попытка показать, что старый Казахстан еще достаточно силен и может повлиять на будущее нашей страны. Согласны ли вы с такой вот расстановкой акцентов? Ну, вы подняли сразу несколько аспектов, давайте по очереди пойдем. По поводу слухов в телеграм-канале об отставке правительства. Я думаю, правительство это давно нуждается в отставке, потому что для президента Тукаева строительство справедливого Казахстана с этой командой, в основном состоящей из прежних функционеров, коим является Алихан Смаев, который до этого был вице-премьером и долгие годы работал в системе правительства и в министерствах, оно не даст, это правительство не даст нужных результатов. Те радужные отчеты, которые показывают, там, рост ВВП, там, на 4% и так далее, так далее, вы знаете, не все люди этому доверяют, особенно финансисты, аналитики, люди, которые работают в бизнесе, они видят совсем другую картину. Уже несколько лет идет большая инфляция, на строительные материалы, колоссальный рост цен на продукты питания, и мы все это наблюдаем вот этот третий год подряд. В этом году ситуация не изменилась. Также идет понарасстоящая инфляция. Надо помнить, что... Кем работал Алихан Смаева? Он же статист, статистикой занимался. Вы помните известное выражение, не знаю, кто сказал, что есть три вида лжи. Есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. И то, что наш премьер-министр является статистиком, и ни дня не работал на заводе, фабрике или где-то в колхозе, в фермерском хозяйстве, это большое упущение. Человек должен реально знать производство. Не так, чтобы с инспекцией проезжать по этим потемкинским деревням, когда для него по маршруту уже готовые заводы, посещение, разрезание ленточек и так далее. А человек должен знать. Понимаете? Тот же президента, возьмите первого, Назарбая, он все-таки работал горновым, он работал в рабочем коллективе в Тимиртау, он работал в парткоме, он разбирал все эти дела. В то время по-другому никак. И сама система подготовки кадров в советское время, комсомол, производство, партийная работа, производство. И вот так, там обучение в высшей академии, потом снова производство. Таким образом люди росли. Райкомы, обкомы и так далее. Но они знали реальную жизнь. Сейчас проблема нашего правительства, и вот та же бедная девочка, министр экологии, которую поставили, наверняка умная девочка, но она не справилась с вызовами, которые жизнь выставила. Понимаете? Она не справилась с вызовами, ее сняли с должности министра экологии и взяли советником президента. Знаете, я в целом к булашаковцам отношусь очень хорошо, потому что люди другого поколения, получившие совсем другое западное образование, я не говорю про мажоров, которые там прожигали жизнь, я говорю про нормальных людей, которые поехали, отучились, получили знания, вернулись. И они получили ведь не только знания, они получили, там 4-5 лет жили, они получили видение другой жизни, других стандартов, ежедневной жизни, начиная там выноса мусора, разделка, поездка в автобусе, трамвая, жизнь в кампусе, общение в университете, в магазин ходили за продуктами, они видели другую жизнь. Соответственно, эти люди могут реально помочь. Но, опять же, говорят там президентский кадровый резерв и так далее, какие критерии? Только ли диплом, только ли знание? Понимаете? Надо же совмещать новые знания и энергию молодых с опытом среднего и старшего поколения. У меня два вопроса сразу. С каким опытом пришли эти люди во власть? Первая часть вопроса. И вторая часть. Какие западные стандарты они должны принести сюда, в Казахстан? Смотрите. То, что западные страны добились реальных успехов в развитии науки и промышленности, это нельзя отрицать. В то же время, запад-западную рознь. Есть некоторые страны, где люди вынуждены работать на двух-трех работах. И мои знакомые, кто и в Америке, и в Канаде, и везде жили, они говорят, что они все закредитованы. Дом в ипотеку, всю ипотеку, они работают. Причем вынуждены работать на двух-трех работах. Иначе никак. Иначе потеряют все, дома отнимет банк. Понимаете? И это не жизнь, а выживание. Я, родившийся в Советском Союзе, и видевший иные стандарты, подхожу к тому, что нужные надо брать от Запада, а нужные надо брать от других стран. Например, европейские, некоторые страны, те же, Швеция, Вильняндия, Норвегия, у них скандинавский социализм. С соседнем Китае есть социализм с китайской спецификой. Есть другие страны, которые... И плюс есть свое прошлое у Казахстана. Сами казахи, являясь кочевым народом, присущим коллективистской идеологией, идеально подходят для построения социалистического общества. Идеально подходят. Потому что мы не, например, в том же соседнем Узбекистане, это дикхане, это у них частный собственный интерес. Ремесленники или там... Там нет коллективизма. Хотя махаля есть, это другое уже принцип решения. Но у казахов вся жизнь была другая. И эта жизнь связана с испытаниями, природными испытаниями, качевкой и так далее. Она формировала другое. Понятно, что урбанизация 20 века и сейчас урбанизация 21 века, она вносит большие коррективы в нашу жизнь. Но если мы говорим о курсе правительства, о курсе нашего народа, то для меня ответ очевиден. Это должно быть социальное государство с высокими социальными стандартами. И отсюда, вот по поводу отставки Алихана Смаилова, да его давно пора отправить в отставку. Понимаете? Наша партия не раз критиковала их предложенные меры. Смотрите, президент дал поручение принять социальный кодекс. Да, это здорово, что социальный кодекс у нас принят. Но вопрос, на каком уровне подготовлен социальный кодекс? Что туда вошло, а что не вошло? Ведь тому же президента кто-то же докладывает в нужном ему выгодном свете. Понимаете? Я не знаю, насколько до президента доходят иные мнения гражданского общества, иные мнения политических партий. Я не знаю, ложат ли ему на стол иные мнения. А премьеры заходят, говорят, классно, все нормально, все поддерживают. И этот социальный кодекс принимается. Я за принятие социального кодекса, но я за то, чтобы многие стандарты и по пособиям, и по многодетным матерям, и по минимальной заработной плате, и по отношению к инвалидам. Это все надо решительно менять. Решительно менять надо. Понимаете? Я могу часами говорить про многодетную материю, там 13 800 получает многодетная мать, хотя каждый из этих детей ребенок, которому на месяц 13 800. Да, раньше на кучу детей всего 6 тысяч давали, и по сравнению с этим рост. Но это неправильно. Мы предложили в своей предвыборной программе 70 тысяч тенге на каждого ребенка. То есть он тоже кушает, ему тоже надо одеваться, он тоже может болеть, ему нужно лекарства, он тоже ходит на спорт, ему нужно спортивную надежду. Коньки купить, хоккейную шайбу купить или еще что-то. Или там боксерские перчатки купить. Это ребенок, который затраты. Он должен хотя бы раз в месяц в кино сходить, в парк сходить. Где взять деньги? Ведь зарплата родителей общая, на продукты то есть все хватает, а ведь родители тоже вливают. Ребенок тоже человек. И нынешние выплаты 13 тысяч 700 это очень мало. Это многодетная мать. Ладно, когда один-два ребенка как-то пусть происскажут, родили, сами воспитывали. Хотя и это неправильно. Соответственно, мы за то, чтобы каждому, не только многодетной, чтобы каждому ребенку платили в размере минимальной заработной платы. Потому что хоть ему и 16 лет нет, но он гражданин Казахстана. И раз мы, согласно Конституции социального государства, о каждом гражданине, о каждом ребенке, мы должны заботиться. Вот. И задача правительства это исполнить. Не выдумывать от поговорки, не искать какие-то легкие пути, либо, когда наш депутат, там, Гаухар-Танаш подает запрос и в правительство приходит отписка, что денег нет, можете даже не писать, не надеяться. Понимаете? Это как? Это как? Я уверен, что в нынешних реалиях с другими министрами финансов, с другими министрами экономики, с другими министрами здравоохранения и так далее по социальному блоку мы бы имели другие ответы. И очень жаль, что обращение Тукаева по поводу формирования коалиционного правительства, он и недавно, в сентябре, послание об этом говорил, и год назад говорил, что по итогам выборов возможно формирование коалиционного правительства и что все, кто парламентские партии пройдут, своих людей могут состав правительства вести. Это было не исполнено. То есть правящая партия, Аманат, только своих людей ввела в состав правительства. Ни из Народной партии, ни из Аджола, ни из ОСДП, ни республика. Ни один человек не вошел в состав правительства, хотя бы на уровне вице-министра. Соответственно, указания президента Тукаева не исполняются. А наличие разных партий в правительстве помогло бы скорректировать курс правительства. Поэтому, если правительство уйдет в отставку, я думаю, следующее правительство должно быть обязательно коалиционным. Обязательно коалиционным. Недопустимо говорить о Народном парламенте, при этом правительство является только однопартийным. Это недопустимо. Оно должно представить весь спектр политических партий и гражданского общества. Асхат, о каком Народном парламенте, о каком гражданском обществе мы можем говорить, если на самом деле все все знают, ни для кого нет секретов, где историческая правда событий последних 30 лет. И все мы видим, что люди, о которых мы достоверно знаем, что они совершали рейдерские захваты, где-то были причастны к присвоению народной собственности, где-то были даже причастны к убийствам. Они все остаются на свободе, никто им не задает вопросов. О чем мы сейчас? Вы говорите про политическую волю. Про политическую возможность и про позицию ведущего политика страны. Да, в данном случае после Контара намерения были четкие. Вот эти 162 богача были в зале, почти все. И Тукаев перед ним выступая, четко сказал, что надо делиться с народом, надо возвращать и так далее. Это речь есть. И записано, и в ютубе все это есть. Но жизнь показала, что реализация намерений Тукаева, построить справедливое государство, назвали Новый Казахстан, назвали Вторая Республика, да, они буксуют. Идет саботаж бюрократический аппарат, потому что чиновники не хотят терять своих привилегий. И дискредитация, реформ. Когда предлагается принять социальный кодекс, вместо этого он идет кастрирован в виде. Когда предлагаются те же законы о митингах и так далее, разрешение меняют на уведомления. И очень многие вещи. Сейчас парламент находится закон о СМИ. Понимаете? Вот это все говорит о том, что на уровне правительства идет искажение поручений президента, идет искажение и манипуляция реформами. На словах все красиво говорят, но давайте смотреть результаты. мы требовали выхода на пенсию шахтеров и металлургов в 50 и в 55 лет. С советских времен был список номер один и список номер два, согласно которым люди, работающие на вредных, опасных и тяжелых производствах выходили на пенсию. Там не только шахтеры, там и рентгенологи, и болезни, там целых 40-50 тысяч. Кто входит в этот список? Что сделало правительство? Правительство, вместо того, чтобы эти люди выходили на пенсию, они сказали, что в 55 лет шахтеры, ну и там список перечень, могут получать социальную выплату из четырех источников. Но эти источники, там профессиональные выплаты, страховая компания минимальная зарплата, государство минимальная зарплата и от работодателя минимальная зарплата одна. Оно не хватает. Не надо забывать, что многие использовали свои пенсионные накопления, когда, помните, на квартиру можно потратить, зубы лечить и так далее. Соответственно, в реальности оказалось, примерно 200-208 тысяч тенге. И вот летом, когда корпорация Казахмыс этот вариант, пилотном варианте, предложила, там 1200 человек этого возраста находится, кто может выйти на пенсию. Знаете, что? Только четыре человека согласились воспользоваться этим. Потому что получаемая сейчас зарплата, 400, 500, 700, кто-то может мастер, кто-то начальник, 900 тысяч получает. Получает 200 тысяч. Мало. Да, говорят, ты можешь устроиться на другую работу и получать дополнительные 208 тысяч. Но, извините меня, кто в 55 лет найдет другую работу? В этом руднике, в каком-нибудь поселке Каражал, Сатпаеве, Карсакпая, где-нибудь там, Соколосарбайска, Лисаковске, в городе Рудном, где? В Павлодаре. Где они найдут работу? Вывод, они работу не найдут. Работа охранникам, сторожам где-то, что получают и зарплату, и выплату. И получается, что вроде бы на словах правительство приняло, парламент одобрил это, социальные выплаты будут в 55 лет делаться, но зачем этот закон, которым воспользуются единицы? То есть тысячи шахтеров, металлургов и людей, работающих на вредных, опасных производствах, не воспользуются этим законом. Видите, это казуистика, это подмена понятий. И когда об этом говоришь, ты уступаешь против, да при чем здесь против? Политика президента это построение социального государства, а вот политика правительства зачастую противоречит политике президента. И поэтому отставка правительства давно назрела. И кто-то должен об этом говорить прямо? Понимаете? Вы обрисовали ситуацию, а кто может изменить эту ситуацию? Неужели те балашаковцы, которые приходят сейчас во власть, люди, которые не имеют абсолютно никакого опыта работы, которые снизу вот эти ступеньки не прошли, не видели, не видели даже не знают свою отрасль полностью? Проблема ведь, я вот до этого говорил про советский опыт, проблема ведь не только в отсутствии практического опыта. То есть, эти балашаковцы не знают реальной рабочей среды и так далее. Вы об этом говорите. У них нет производственного опыта. Помимо отсутствия производственного опыта, есть другая, не менее важная проблема. Это этический кодекс. К сожалению, те нравы, сформировавшиеся за 30 лет в государстве, а дети что? Дети выросли, они родились в 90-м году, условно, в 89-м, 90-м году, выросли, съездили по Волошаку, вернулись, им сейчас 30 лет. Они другой стороны не видели. Они видели только это, эти разговоры, эту коррупцию, взятку, когда за все наплатить, разговоры старших, видели все это, как все это делается. Соответственно, этический стандарт этих людей, вот что вызывает вопрос. Насколько они готовы быть истинными патриотами своего государства? Насколько они готовы работать на страну, на народ? Или же они пришли радостно, занимают высокие места и потом превращаются в новых Агашек, только помоложе. Старые Агашки ушли на пенсию, средние Агашки доживают свой срок, а это новые Агашки старыми правилами. Задача же поменять правила. Вот смены правил пока происходит очень тяжело. Почему? Потому что система построена султаном Назарбаевым до сих пор существует. И демонтаж этой системы к сожалению идет медленно. А вот еще один нюанс. Разве вновь пребывающие молодые люди из тех примеров, которые вы уже назвали. Или допустим вице-министр образования тоже недавно пришла девушка с очень скромным опытом работы. И вопрос заинтересованы ли эти силы в изменении правил игры. вообще кто заинтересован? Вы говорили еще о западных стандартах, которые на самом деле благо для Казахстана. А в чем их благость? Что мы видим? Разве мы видим, что какие-то новые технологии приходят к нам в Казахстан, открываются новые предприятия и создаются новые рабочие места? видим пока что наша нефть, наши другие полезные ископаемые природные ресурсы вывозятся из Казахстана. Мы остаемся сырьевой базой для мировой экономики. Это первое. Второе. Из западных ценностей приходит к нам свобода, разрушающая семейные ценности. Посмотрите, ежегодно представители ЛГБТ-сообществ выходят на демонстрации и акиматы каким-то образом разрешают им. Трудящимся и безработным многодетным матерям нельзя выходить на митинги, а ЛГБТ-сообщество пожалуйста. Какие еще примеры вы можете привести? Допустим, мы можем кодекс о здоровье народа вспомнить там, где предлагается психологическая помощь подросткам и детям без согласия родителей и применение психотропных веществ введения ювенальной юстиции это тоже не наши ноу-хау, это все приходит к нам с запада. Насколько это благо для Казахстана или насколько это все-таки опасно и разрушает наши казахстанские традиционные ценности? Говоря про западные ценности я говорю о конечном результате. Конечным результатом является то, что и интернет пришел к нам из Америки и последние достижения 30 а то и 50 лет это все изобретения западного цивилизованного мира. И отрицать этот факт нельзя. Соответственно пользуясь этими камерами айфонами интернетом и так далее сидеть критиковать запад это думаю неразумно. Если критикуете будьте принципиальными пересядьте на жигули откажитесь от интернета пишите письма через почту. Откажитесь от электронной почты от ватсапа от гугла откажитесь не можете отказаться тогда не критикуйте. то что есть недостатки которые нарушают семейные ценности это выбор который каждый человек делает сам у кого-то этот выбор связан с биологическими настройками и он ощущает себя другим человеком мужчина ощущает себя женщиной это трагедия личная понимаете это так если кто-то это делает опираясь на какие-то веяния моды это глупость это недоработка общества но я не хотел бы когда мы говорим о западных ценностях переводить речь только об ЛГБТ и так далее Запад это развитая наука и развитая промышленность и Казахстан должен стать развитым государством тот же Назарбаев говорил что мы должны войти в тридцатку развитых стран и без него мы кстати я хочу сказать у Казахстана есть один мы же любим тои разные делать но помимо тоев каждый казах хочет чтобы ребенок учился в институте в университете заметьте с одной стороны это недостаток нам не хватает рабочей специальности токари фрезеровщики и так далее простые механики сантехники нужны но с другой стороны если наша нация станет нацией высокообразованных людей в этом есть плюс который в какой-то момент даст вот генетический такой заряд и наша страна вырвется вперед я буквально вчера прочитал в сети что наш хирург ПЯ известный хирург кардиофиру изобрел устройство которое вне тела может лечить сердце в течение 24 суток это вообще мировой уровень проект который он смог счастливить то есть получается что наши врачи наши ученые способны делать проекты мирового уровня и надо поощрять это надо делать обмен опытом надо всегда идти вперед и видеть только позитив негатив видеть и пользуясь этим негативом обрывать связи с цивилизованным миром это глупо это касается в том числе вооружений например современные военные конфликты покажут о том что всякие БПЛА беспилотники и так далее и так далее ведь не в Казахстане их придумали вот сейчас мы в Казахстане там турецкие БПЛА будем строить или уже строить и так далее так что в этом плохого если мы будем брать новейшие разработки оружия и будем их производить у себя ничего плохого в этом нет понимаете соответственно я предлагаю каждому патриоту страны и вообще каждому думающему лечать зерна от плевел котлеты от мух соответственно мы должны видеть котлеты наше государство должно быть высокообразованным наше государство должно ориентироваться на стандарты скандинавского социализма в той же Германии даже есть центральные стандарты высокие соответственно вот эти все моменты поэтому эти мигранты кстати бегут туда из Африки в Германию и вот эти стандарты должны присутствовать на самом деле в этой студии мы не раз говорили что у наших казахстанских ученых есть очень серьезные разработки которые должны поднять нашу экономику на новый уровень например институт экономики разработал уже много лет назад кластерную систему которая которая создана именно под нашу специфику нефтяную специфику государства и это кластерная система да немного очень говорится но она так и не введена она даже не находится в разработке хотя готовился этот проект по заказу правительства я не согласен с вами небезызвестный Кайрат Килимбетов продвинул идею кластеров и успешно продвинул она была одобрена Назарбаевым и внедрена другой вопрос что во время внедрения кластеров там же были разные кластеры туристический кластер кластер легкой промышленности кластер сельскохозяйства кластер тяжелой промышленности и эти все кластеры должны были работать идея классная и она не в Казахстане придумана она придумана в Казахстане профессором портером по заказу казахстанского правительства по личному поручению Нурсултана Назарбаева но представляете господин портер почему-то обошел главное это нефтяную тематику хотя нефть это главное в Казахстане вы не поняли нефть и так дает нам валютную выручку да надо развивать нефтехимию надо получать переделы надо получать дополнить прибыль тут я с вами согласен но я о другом кластеры нужны чтобы государство получало налоги от не нефтяного сектора то есть это должны быть доходы от легкой промышленности другой промышленности понимаете от сельскохозяйств вот чтобы когда нефть кончится газ кончится уран кончится чтобы государство продолжало жить и работать и наши люди не пострадали чтобы наше производство наш бизнес развивался для этого нужны кластеры в других отраслях просто эта идея была либо тучные годы были нефтедоллары или что чиновники эту идею провалили сделали бумажными отписки и все остальное после этого кластера были еще программы потом была ФИР это государственная программа как вы считаете почему чиновники провалили эту идею по собственной некомпетентности или их целью было провалить эту идею к сожалению тут есть и вина чиновников разного уровня и среднего и младшего и высшего уровня и в то же время их скажем так они одновременно и виноваты и жертвы почему жертвы потому что система экономического развития Казахстана которая начала формироваться в середине 90-х годов разными советниками типа Джеймса Гиффина и так далее советниками из Международного валютного фонда которые первому президенту давали умные верные советы как управлять страной долгие годы понимаете я был тогда премьер-министр был Кажи Герген я был тогда на встречах в правительстве и валютный фонд четко сказал перестаньте финансировать сельскохозяйство перестаньте финансировать культуру науку образование медицину вообще до минимума снизьте выплаты социалки вот мы вас накормим все из хозяйств ерунда вам надо еда мы вам ножки буша привезем мы вас все сделаем одежда мы вам привезем с запада а вы только поставляйте нам нефть видите соответственно развивался такой вот мелкий бизнес и все любые те кто чуть-чуть выше поднялся они стали жертвами рейдеров у них отнимали эти бизнесы вот и эта система она настолько прочно укоренилась в стране что причем она укоренилась и в форме законодательных актов в форме решений и указов президента решений правительства и указов президента что изменить ее это надо большое количество законодательных актов отменить найти и отменить они до сих пор действуют поэтому Вы должны понимать, начиная с политики Национального банка, вы не задумывались, почему в Америке там 2%, 3% ставка ключевая, даже доходило 0,25%, 0, ключевая ставка ФРС, той же Deutsche Bank или в Англии, почему-то 1,5-2%, а почему в постсоветских республиках 16-20 была гиперинфляция, не задумывались? Да потому что это указание, понимаете, акул мирового капитализма, империализма, скажем так, и как тот же Свой к вам говорит в вашей передаче, Казахстан является идеальной неоколонией западных финансовых институтов, это так и есть, надо менять подходы, надо менять подходы, монетарная политика, соответственно, если хотим поддержать простой народ, надо поддержать малый бизнес и средний бизнес, для этого изменить систему налогобложения, вообще убрать налоги с малого бизнеса, оставить только один с продажей, среднему бизнесу оставить 1,5% с оборота, все, и тогда малый и средний бизнес поднимется, это и есть народ, а вот крупному бизнесу, это всем известная прогрессивная шкала налогобложения, чем больше зарабатываешь, чем больше платишь, ну а олигархов вообще в Казахстане не должно быть, стратегические объекты должны приезжать государству, и вот соответственно вот эти моменты, которые вот звучат спорные, идут большие споры по поводу этих полтора триллиона из пенсионного фонда, да, в энергетику и так далее, есть да мнение и против, я понимаю и тех и других, но если посмотреть позитивно, вот против мы знаем доводы, да, типа разворуют и так далее, так далее, очередная, чиновники, а ничего не будет, КТЖ когда-то 50 миллиардов просила, им их атаку отбили, не дали, сейчас эти разворуют, есть опасения, но если посмотреть с другой стороны, людям, которые 25, 30, может быть 35, даже 40 лет, до пенсии еще 20, 15, кому-то 30 лет до пенсии, и когда их деньги пойдут в энергетику, в течение трех-пяти лет, вот эти ТЭЦ, ГРЭС и так далее будут построены, благодаря новому количеству энергетики будет развиваться промышленность, согласитесь, уже в Алма-Ате света не хватает, в Астане свет выключают, знаете почему? Элементарно не хватает, мы вынуждены импортировать электроэнергию из России, мы давно импортируем электроэнергию из России, не будет, я это я докончу, если не будет электроэнергии, не будет развития экономики, не будет развития промышленности, значит вывод какой? Хочешь, не хочешь, нам надо строить новые электростанции, неважно ТЭЦ или ГРЭС, понимаете, соответственно, вкладывая в энергетику пенсионные деньги, мы получаем расцвет промышленности, и когда этот 35-летний человек через сколько лет, 20 лет выйдет на пенсию, или 25 лет выйдет на пенсию, к тому времени отдача от электроэнергии в виде тысячи тысяч новых заводов, рабочих мест, налогов, создаст такую обстановку, что выйдя на пенсию, он будет спокойно ее получать от государства. Дело не в том, как вот эта формула, о которой сейчас правительство говорит, что окупаемость 15 лет и так далее, опять правительство извратило идею. Идея извращается через БРК, опять посредник в лице Банка развития Казахстана, или там Байтирек, да? Неправильно это. Эти деньги должно Министерство энергетики напрямую финансировать объект. Вспомните, в Советском Союзе не было никаких самруков, не было никаких Байтиреков, не было. Было Министерство энергетики и были электростанции, которые напрямую подчинялись. И что? Все работало. Точно так же сейчас все государства, раз это государственные деньги, пенсионные деньги, народные деньги, то раз оно построено на народные пенсионные деньги, то что? Эти электростанции никогда не должны быть частными. Они должны принадлежать народу и давать по низкому тарифу. Поэтому говорить в прибыль окупаемости неправильно. Прибыль в том, что новые электростанции дадут расцвет, мощный толчок развитию промышленности. Вот в чем прибыль. А новые промышленности, новые рабочие места, новые налоги, это расцвет экономики. И тогда человек, когда состарится, он в своей старой встрече спокойный. Поэтому он должен понимать, да, мои пенсионные деньги сейчас уходят на энергетику, но я когда состарюсь, это будет классно. Понимаете, о чем я? И вот эти формулы, которые правительство по привычке, что... Да, все правильно. Если по формулам, которые сейчас предлагает правительство, через БРК, через кого-то, по пути деньги своруются. Будут неоправданно высокие затраты, завышенные тендеры с откатами. Будет врасту денег. И нельзя этого допускать. Но государство само эти вещи проводит. Асхат, а как вы думаете, есть ли в стране политическая сила, которая может открыто и громко заявить достаточно уже лицемерия? Вы говорите, что нет денег у правительства на выплату каких-то пособий, повышение заработных плат, нет денег на это, на то, на социальные какие-то проблемы. Ведь мы же все знаем, где эти деньги. И мы все знаем, какими путями эти деньги были уведены из государственного бюджета. Являясь представителем Народной партии Казахстана и заместителем председателя партии, естественно, я смело могу заявить, что такая политическая сила есть, и это наша партия. Предвыборная программа нашей партии, которая зимой этого года была озвучена во время парламентского выбора, она уже воплощается в жизнь. Кем? Президентом нашей страны. Когда 1 сентября президент Тукаев озвучил свое послание народу, оно на 90% совпадает с нашей предвыборной программой. Можно брать абзац из нашей программы и абзац выступлений Тукаева. Абзац из нашей программы, абзац выступлений Тукаева. И мы очень довольны этим. То, что президент на своем уровне выбрал левый поворот, выбрал социальные реформы. Строить социальный государь очень здорово. Но и вы знаете, и мы знаем, что многие реформы буксуют. Что на местах, вместо реальной исполнения хотят делать отписки, обманывать. Очень важно не допускать, чтобы чиновники в акиматах, чиновники в министерствах перестали обманывать президента. А просто реально делали. Притворяли в жизнь. И тогда будет хорошо. Вот эта амбициозная задача 450 миллиардов многим экономистам, через сколько там, 6 лет, да? 450 миллиардов долларов вдвое увеличить в ВВП страны, многим экономистам кажется фантастической. И они между собой, я вот видел общение людей, типа, да, это фантазирует. Ничего подобного. Это все реально, если сделать кардинальную реформу. Но если кардинальных реформ не будет, ничего этого не случится. А будут только приписки. То, из-за чего развалился Советский Союз. Из-за приписок, обмана и махинаций. Для того, чтобы эти кардинальные изменения все-таки произошли, в правительство должны прийти специалисты, которые знают хорошо всю систему. Систему от и до. Пока мы видим только колоду карт, которая периодически перетасовывается. И приходят новые люди. Это мы уже обсудили. Давайте остановимся пока на том, что уже прозвучало в этой студии. И второе. Парламент должен обладать реальными полномочиями и возможностью влиять на ход событий, на структуру, на систему. Приведу один пример. Как известно, с 1 января, уже с 1 января 2024 года, в Казахстане отменяется единый социальный платеж. Депутаты не смогли ответить журналистам на вопрос, чем они руководствовались, принимая эту поправку. О чем тогда можно вообще разговаривать? Депутаты ведь голосовали по этому вопросу. Но объяснить, за что они голосовали или против чего они голосовали, так и не смогли. А ведь это очень важный вопрос. Да, обсуждаются какие-то моменты, открытия, закрытия, ИП и прочих структур юридических лиц, как люди должны платить налоги в бюджет. Но вот смотрите. Допустим, получение медицинской помощи. Человек не сможет уже в январе, например, получить медицинскую помощь. И это может вызвать такой шквал народного негодования. Люди сейчас оказались просто в подвешенной ситуации. Они не знают, как им быть, что им делать. А у нас самозанятных, как вы знаете, они же частично безработные, их миллионы. Поэтому вы заостряете вопрос на социальной политике правительства. Подозреваю, именно с этим связаны слухи об отставке правительства. Что оно берет на себя роль камикадзе, озвучит эти непопулярные меры и уходит в отставку. На самом деле, около трех миллионов человек являются безработными и самозанятыми. И то, что эти люди с 1 января в случае заболевания не смогут получить бесплатную медицинскую помощь, идет в прямое нарушение в нашей Конституции. Соответственно, должно быть принято жесткое решение наверху. Потому что продолжение вот этих инициатив правительства, направленных против самых обездоленных людей, вызовет гнев и возмущение. я могу допустить даже такую конспирологическую мысль, что это дело специально, чтобы сделать еще один контакт. Понимаете? Это как раз может подтвердить всякие слухи о реванше старых сил, о том, что старая система не хочет сдаваться. Она всячески расшатывает и ищет варианты, как бы вызвать народное недовольство. И представьте, что до трех миллионов человек, которые потеряют бесплатное медицинское обслуживание, это и есть тот самый, не то, что пороховая бочка, это целый армейский склад взрывчатки, который тряхнет всю страну. Вот зачем правительство этого делает? И ваш вопрос, куда смотрят депутаты, я не могу ответить, я не депутат парламента. Был бы я депутатом парламента, я бы не промолчал. Может, поэтому я не депутат парламента. Понимаете? Они играют с огнем. И, может быть, играет, льют мельницу в угоду старым силам. И об этом надо тоже говорить. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо.